Здарова, ребята! У меня для вас достаточно интересные новости, на мой взгляд, и давайте начнем с мелочей и потом перейдем к чему-то более серьезному. Во-первых, я хотел разыграть в этом ролике 5000 игрового золота, потому что в прошлом ролике я разыграл 5 премиум танков 8 уровня на выбор из тех, кто выиграет. Можете, кстати, предыдущий ролик посмотреть, я еще победителей там не выбирал. Во-вторых, в этом ролике оставляйте комментарии своим танковым ником, я разыграю 5000 игрового золота. Ну а теперь к новостям. Значит, 23-го числа, 23-го мая 24-го года в Греймир танков в утром не будут работать серваки, достаточно продолжительное время, около 4-х. Если я не путаю ничего с 6 до 10 часов утра, они будут накатывать микропатчик, где решили исправить ИС-6 бесстрашный. Помните, я вам показывал в одном из обзорных роликов, что ИС-6 по какой-то причине, по сравнению с обычным ИС-6, люк мехвода чуточку тоньше. Так вот, разработчики решили наварить брони ИС-6, который бесстрашный, я напомню, что благотворительная акция уже закончилась, то есть его уже не продают. Вот, решили наварить брони в лючок мехвода, то есть вернуть историческую, так сказать, справедливость. Кроме того, решили наварить брони еще и на корму. Про корму я не чекал, ну, с кормы и обычный 6-й без проблем все. Да любой танк с кормы без проблем пробивается, практически любой, ладно. Ну и, в общем, люк мехвода будет 120 мм, ну, разумеется, это не приведенка, это номинальная броня. Вот, а корма 80 мм. Это первая хорошая новость для тех, у кого есть бесстрашный, ваш танк будет чуточку лучше танковать. Ну, буквально на размер люка мехвода лучше. А вот вторая новость, она, ребят, просто бомбическая. Помните, в сентябре 23-го года я, ну, сделал возможность получать ранний доступ к модам, да? Для тех, кто хочет поддержать канал. Разработчики, походу, подсмотрели идею. Я просто... Не, ну, я понимаю, что это совпадение, не более того, но просто сейчас вы услышите дальше. Они хотят в следующем патче 1.27. Кстати, скорее всего, следующий патч будет уже 23-го мая на общем тесте. Опять же, не в релизе, не путайте. На общем тесте, то есть, можно будет чуть-чуть его пощупать, так сказать, до того, как какие-то правки будут внесены и так далее. В общем, они хотят ввести такую фичу, как ранний доступ к новой ветке прокачки. Теперь поподробнее. Значит, у вас в патче 1.27, ну, как у вас, у нас с вами появится возможность играть на новой ветке китайских тяжелых танков под сокращением GPT. Многие меня спрашивали, что за GPT. Там монстр катается на 10 уровне, на 8 уровне и так далее. Вот, GPT это новая ветка. Не знаю, как она будет на релизе выглядеть, но на тесте она была очень жесткая, имбовая. Хотите, я вам про эти машины поподробнее расскажу в одном из следующих роликов, если так, пишите об этом в комментариях. Кстати, еще раз напоминаю, танковый ник оставляйте. Вот. Эти машины китайские, с барабаном, с мощным орудием. Там альфа большая, насколько мне помнится. Вот. И опять же, после тестов, может быть, что-то поменялось. Но такими мы их застали на тесте. Вот в мае они катались, мы их все с вами встречали в боях. Всего будет 4 танка в новой ветке. Ну и, соответственно, разработчики говорят, что вы можете до того, как эта ветка выйдет в релиз, все лето практически, кататься на новой ветке в раннем доступе. Для того, чтобы получить ранний доступ к танкам, нужны будут специальные жетоны. Эти жетоны можно будет получать двумя способами. Первый. Играя в рандоме и выполняя боевые задачи. То есть, по сути, за то, что вы играете, выполняете боевые задачи, у вас будет возможность опробовать новую ветку раньше других. Ранний доступ. Второй вариант. Ну, задонатить. То есть, купить эти самые жетончики. Не заработать их в рандоме, а приобрести. Давайте я прочитаю, как это звучит в первоисточнике на мир танков Ликс. Ранний доступ. Это возможность заранее, без затрат опыта и кредитов, получить технику, которая в будущем станет доступна для исследования. Для получения доступа потребуются специальные жетоны, которые можно получить за выполнение боевых задач или купить за внутриигровую валюту. То есть, ну, я не знаю за что. Может быть за боны, может за голду, может за серебро. Но сам факт, что либо заработать боевыми задачами, либо купить. Но мне почему-то кажется, что под внутриигровой валютой больше, конечно, понимается голда. Но это мое предположение. Ну, мне кажется, это было бы логично. Давайте еще некоторую информацию приведу из первоисточника. Жетоны можно получать за выполнение боевых задач или докупать. Боевые задачи выполняются в случайных боях и в натиске. Плюс дополнительный этап, который откроется при получении танка восьмого уровня из ветки раннего доступа. Очень интересная информация. Можно первым опробовать новую ветку, а по пути получить разные плюшки. Вот из всей этой информации у меня осталось непонятым следующее. Я, если получаю ранний доступ к ветке, после того, как она выходит в релиз, у меня танки сохраняются или мне их придется заново прокачивать? Это вот, наверное, самый важный и принципиальный вопрос, на который мы, скорее всего, с вами получим ответ уже в ближайшие дни. Потому что, как я и сказал, в ближайшие дни, блин, стартует общий тест патч 1.27. Скорее всего, уже даже 23 мая он стартанет. Но это мое лишь предположение, это неофициальная дата. Вот. И, соответственно, там мы сможем и новую систему опробовать и так далее. На этом у меня на сегодня все. Надеюсь, новость вам была интересна. Высказывайте свое мнение. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. До скорых встреч. Продолжение следует...